Виталий Борисович, в декабре мы с вами на канале Андрея Александровича вели великолепную беседу о вашем комитете, о ваших деяниях. Скажите, пожалуйста, что произошло за несколько месяцев, какие достижения, какие успехи, какие под вашим руководством принимались решения и как ваш комитет работает по регионам? Здравствуйте. Наш комитет расширяется, работает намного лучше. У нас сейчас практически захвачены все регионы Российской Федерации. Последние случаи были в Ставропольском крае. Благодаря нашему комитету мы отстранили человека, занимающего большую должность в Ставропольском крае. Сейчас у нас идет политическое движение, мы сформировали новое. Стремимся создать политическую партию и поддержать ту ситуацию в стране, непосредственно которой есть. Вам удается держать комитет уже не один год. Невероятное количество интереса к вашему комитету. Скажите, пожалуйста, какие лидерские качества позволяют держать комитет в такой великолепной форме? Сплоченность нашей команды и добросовестность нашей работы. Вот это и нам позволяет сдержать наше качество. Вот это моя команда, она и поддерживает такого лидера, как я. Благодаря нашему общему сильной работе. Кто работает лучше всего и какие регионы? Я не буду никого выделять, потому что я считаю, что все регионы работают наше шикарно. По мере своей возможности, по мере заявителей граждан, они отрабатывают и направляют материалы в госорганы. Каждый регион выполняет свою функцию. По-своему каждый регион молодец. Люди, которые не справляются или каким-то образом ведут не самым достойным образом, как вы с ними справляетесь? Мы даем им еще один шанс. Если человек с этим шансом не справился, мы его убираем за утрату доверия. И на его место приходит новый член команды, который выполняет задачи лучше, чем он. Те люди, которые не справились, которых вы освободили от обязанности работать в комитете, как эти себя ведут после? Вы имеете в виду людей, которые создали коалицию, хотят еще чем-то заниматься параллельно нам? Нет, они не мешают. Они только закаляют и делают сильнее. Они показывают мои ошибки, которые не должны допускать в будущем. Пусть такая, по крайней мере, коалиция и будет. А наоборот, не закаляет. У нас общественное объединение. Эти люди могут создать такое же движение, такое же объединение и двигаться в таком же направлении, как и мы. Создавать они ничего не будут, потому что я считаю, еще раз повторяю, что это здоровая конкуренция. Я считаю, что эти люди показывают нам свои ошибки, которые больше мы уже не будем повторять. И показывают наши слабые места. Наоборот, хорошо, что они есть. Что самое главное в вашей работе? Отчего вы счастливы? Это дружный коллектив. И действительно, сосредоточение на каких-то серьезных вещах было очень приятно наблюдать. Мне приносит радость, когда наш коллектив расширяется, когда процветает наше движение, когда нас окружают хорошие, порядочные люди. Я считаю, как вот Андрей Тюняев, с которым мы уже подружились, я считаю, который я считаю тоже членом нашей команды, потому что у нас большое общественное движение. Благодаря вот таким людям, как Андрей и многим другим, мы, наоборот, достигаем своих целей. Идем все вместе. Мы радуем за нашу страну, за ее процветание. Мне очень понравилось в вашем комитете то, что республики объединены, что все граждане России и нет никакого разделения, то есть есть некое единство. Наш коллектив – это одна большая семья. И в этом коллективе мы все равны. Мы настолько дружны и сплочены, что у нас одинаково все. И вера, и исповедание, и все. Мы все вместе одна большая семья, и мы этим гордимся, как наша большая Россия. Она многонациональна. В этом вся прелесть, что мы понимаем друг друга. Вот в этом наша сила и есть. Как идет подготовка к съезду, как реагируют города, республики? И какое пожелание тем людям, которые приедут участвовать на съезде? Что вы можете им порекомендовать, как к нему подготовиться? Да, действительно, люди уже ждут съезда. Многие регионы уже готовятся. Они подготовят речь, они подготовят отчетность по работе по регионам. И многие наши регионы, еще раз повторяю, благодаря нашей сплоченности верят в то, что Россия будет сильная. Она и так у нас сильная, но она будет еще сильнее. Благодаря таким людям, таким регионам, как у нас, и благодаря, еще раз повторяю, той политике, которая есть у нас в стране. Вы видели нашего президента? Сколько в этом человеке силы и энергетики? Это человек, который воплощает силу нашей России. У нас президент настолько, я считаю, в этом отношении великий, настолько мудр, что всегда будет принято правильное решение. А мы всегда его поддержим. Всегда будем поддерживать нашего президента. Той силой, которая у нас есть. И в стремлении в сильную Россию. У Лаврова есть жизненный большой опыт по стратегии нашей страны. И все решения принимаются правильно. И по поводу ЕС, то, что самая главная наша задача, чтобы нашу Россию никто не трогал. И не было военных действий. Потому что у нас народ, еще раз повторяю, весь сплоченный. Весь, будем так говорить, настолько поддерживает наше правительство, я считаю, что он в любой момент встанет на защиту нашего правительства, нашего президента. Редактор субтитров А.Семкин